Ну, видите, мы уже находимся фактически на финишной прямой, скоро выборы в эти выходные, поэтому можно уже какие-то итоги подводить. Партия ЛДПР, как всегда, активно провела предвыбранную кампанию. Конечно, хотелось бы еще больше заниматься той деятельностью, которой мы занимались в процессе этой предвыбранной кампании, потому что действительно в этот момент активизируются все, и сразу понятно, кто есть кто. В целом мы понимаем, что накал большой, все бьются и сражаются за своего избирателя. Ну, я призываю это делать цивилизованно, тем более, что сейчас у нас фактически наступают дни досрочного голосования с финальным голосованием 13 сентября, поэтому я призываю всех избирателей прийти в этот день на избирательный участок и, соответственно, принять свое решение, никаким образом не игнорируя этот день, и, соответственно, выполнить свой гражданский долг. К сожалению, очень мало времени для того, чтобы действительно охватить в полном объеме всех каждого жителя Воронежской области. Хотя это мы делаем неоднократно, но людей действительно достаточно много, и кому-то удобно приходить на встречи, кому-то неудобно приходить на встречи. Тем более, вы понимаете, что в этот раз кампания проходила в беспрецедентных условиях, в условиях пандемии коронавируса. Соответственно, это докладывало свои ограничения на количество людей, которые приходили на встречи. Соответственно, масочный режим, определенное расстояние. Соответственно, не все могли в должной мере поприсутствовать на этих встречах. Соответственно, здесь только сожаление, только по этому вопросу. Потому что основная цель ЛДПР – это прямое общение с избирателями. Потому что этим наша партия, наверное, отличается конструктивным образом от других наших оппонентов. Мы действительно общаемся с людьми, мы не боимся общения, потому что только так можно узнать, действительно, чем живет человек, какие проблемы его реально волнуют, а не смотреть какую-то статистику в телевизоре при прочтении каких-то новостных лент. Соответственно, только так действительно узнаешь реальность. Потому что ее никто не публикует, ее никто не тиражирует. Соответственно, это можно узнать только из личных встреч. Соответственно, мое, конечно, всегда стремление – это по максимуму встречаться с людьми. Наши перспективы достаточно серьезные, потому что партия ЛДПР фактически – это второе место. Хотя мы понимаем по всем выборам, что фактически распределение иное. Всегда пишется избирательными комиссиями. Но здесь, конечно, играет роль очень много моментов. Мы же достаточно очень давно говорим о переносе вообще, в принципе, единого дня голосования. На другой, более удобный период. Потому что наш избиратель – это рабочий человек. Это тот, кто непосредственно зарабатывает себе на жизнь непосредственно кропотливым, каждодневным трудом. И, естественно, в этот момент, когда происходит сбор, рожая, люди, еще пользуясь хорошей погодой, занимаются своими усадебными участками, дачами и так далее, для того, чтобы заготовить продукты на зиму. И, естественно, в этот период, ну, очень непродуктивно происходят выборы. Мы об этом неоднократно говорили, также с позиции и платформы Государственной Думы. Потому что наш избиратель – он рабочий человек. И поэтому, естественно, в этот момент сказывается то, что эти люди не приходят на избирательные участки и, соответственно, не могут отдать свой голос за нашу партию. То есть, таким образом, мы понимаем, что тоже происходит такая борьба с партией ЛДПР, вроде бы завуалированная, но, тем не менее, очень четко видная и понятная нам.